Книга «Открытым оком». Тема «Богослужение». Вопрос 505. «Можно ли священнику жениться на разведенной, если именно она привела его к православной вере, и после, по согласию, жить с ней как брат с сестрой? Или обязательно нужна девственница?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Думаю, что вопрос поставлен ошибочно. «Написавшая хотела сказать так, что вот такой-то ее муж, взявший ее недевственницей, может ли стать потом священником?» «Потому что тому, кто уже стал священником, жениться вообще уже больше нельзя». И поговорка гласит «У попа одна жена. Если же он женится вторично, то должен оставить сан». Действительно, в канонах оговорено, кто может быть женой кандидата священники. В Ветхом Завете были такие ограничения. Левит 21.14. «Вдову, или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать жену». По канонам апостольское правило 18. Взявший в супружество вдову, или отверженную от супружества, или блудницу, или рабыню, или позороченную, то есть актрису, ни епископом, ни пресвитером, ни диаконом, ни кем в списке священного чина быть не может. «Но так как все сие было до крещения, а в водах крещения предыдущий грех смывается, и человек рождается заново, то он может быть священником совсем вытекающим из его ранее накопленного опыта». Такой ответ.